Всех приветствую! Сегодня мы немножко коснемся темы автотюнинга. А именно тюнинга двигателя. Когда-то я этим делом занимался и хочу поделиться с вами опытом тюнинга клапанов. Это восьмерная головка. Здесь, как видите, доработаны камеры сгорания и доработаны клапаны. Клапаны здесь облегчены, чтобы двигатель мог выходить на высокие обороты и клапаны не подвисали. Все здесь со стандартными пружинами работало. Ну и двигатель крутился свыше 8000 оборотов в минуту. Вообще он заходил за шкалу и там неизвестно, сколько он крутился. В общем, как вы видите, клапаны здесь имеют зеркальную поверхность. Сейчас я разберу, покажу вам, как сие дело выглядит. Здесь все так страшно выглядит, потому что в двух цилиндрах вылетели пальцы из поршней. То есть как вылетели, сместились и начали драть цилиндр. Поэтому начало гнать масло и вот эти два цилиндра черные такие. В общем, там износ был дикий. Машина была такая бодренькая. Сейчас снимаю клапаны и показываю, как они выглядят. Машины то и нету уже давным-давно, но вот головка осталась, валяется она у меня кругом. Головка, кстати, в общем-то рабочая, только нужно поменять втулки клапанов. Далее вы увидите, почему. Смотрим, что у нас здесь. Ну, во-первых, распредвал. Никаких особых задиров нету здесь. То есть рабочие такие канавки. Все это дело было не новое. Я все делал. Вообще, это тюнинг был старой головки для экспериментов, так сказать. Выпрессуем пару клапанов и посмотрим, что там да как. Ну давай, раз и два. Один, а теперь второй. Методом хирургической операции. Кстати, шайбы вот эти здесь тоже обточены. Я не помню, на сколько грамм они меньше, но вот здесь они обточены и заполированы. Заполированы не только для красоты, так и меньше вероятность образования трещин. Значит, смотрим, что здесь за клапаны. Чтобы понимать, как их тюнинговать, нужно же увидеть, правильно? В принципе, не особо болтается. Вот раз. Рассмотрим позже повнимательней. Этот болтается, как вы видите, весьма серьезно. Вот два. Смотрим, что там у нас в каналах. Каналы тоже расточены. Здесь, как вы видите, маленькие фаски достаточно. То есть здесь оно не успело еще все расплескаться, пристучаться, потому что ресурс был весьма маленький. Фаски делал вот таким вот набором зенковок с валом здесь под конус и мы разворачиваем. И вот такой разверткой, развертка регулируемая, ей я делал направляющие. Но направляющие попались не ахти какие, нужно было все-таки бронзовые направляющие брать. Сейчас я постараюсь замерить, сколько же здесь фаска. Фаска получается чуть меньше двух миллиметров, 1,8 на впускном. На выпускном тоже самое. Хотя изначально они были гораздо меньше. В общем, каналы расточены где-то на 2 миллиметра каждый. И внутри, обратите внимание, как сточена впускная втулка, направляющая клапана. То есть втость сточена полностью, здесь нет никакого сопротивления. На выпускном она есть, она лишь здесь обработана с одного края, а на впускном ничего нет. Смотрим на клапана. Клапан, конечно, черный здесь уже. Профиль я не стал делать Т-образный. Т-образные клапана, то есть здесь все-таки есть угол. Кстати, если посмотреть, как делают на Формуле-1, там в принципе зачастую вот так делают. Потому что все-таки аэродинамика подразумевает, чтобы обтекала клапан воздушным потоком. И так скорость движения должна быть выше. За счет вот этой ямки я добивался облегчения клапана. Также вот здесь заужение идет. Стандартный клапан, он идет ровно здесь. Здесь же ножка заужена. Сейчас скажу на сколько. Так 8 миллиметров, так 7 миллиметров. Ну и также стандартная процедура, это стачивание вот этой поверхности. То есть он хоть вот здесь вот и не сделан таким под сильным углом, но вот эта часть она сточена. Вот именно об этом мы сегодня и будем говорить, как это сделать, как обточить клапана. Здесь сделано следующим образом. Тут все наоборот, так как клапан выпускной, сделана вот эта часть более аэродинамическая. То есть вот обычный клапан, он вот такой вот везде белый, квадратный, с острой кромкой. Здесь толщина есть. Здесь же клапан обточенный в угоду, скажем так, скорости. Хотя может показаться, что он может прогореть. Но как видите, он вполне себе нормально себя чувствует. Даже оно в принципе тут вот оттирается по краям. Это мы его сейчас еще взбодрим. Он станет у нас вообще как новенький. Но вот здесь на выпускном, как видно, нет нагара. Хотя на впускном нагар очень сильный. Ну потому что направляющая стерлась. Масло гнало по-черному. Хотя вот тут вот нету, как видите. Здесь занижение в стандарте на выпускном. Ну а здесь его обычно нет. И ножку я делал тоньше, чтобы была лучше проходимость. На выпускном клапане также немножко вот здесь обтачивал вот это пространство. Для чего это делается? Если мы на миллиметр здесь сточили, грубо говоря, такой вот слой, то получается при открытии на полную зазор будет на миллиметр больше. Ну и соответственно, как будто мы распредвал поставили с подъемом больше на миллиметр. Конечно, там не такая прямая зависимость, но она есть. И делается это именно для того, чтобы увеличить пропускную способность клапанной системы. Ну и самое интересное, это полировка клапанов. Они выполнены из довольно-таки хитрого металла. И жаропрочный он, и довольно-таки твердый. Но тем не менее, я вам покажу, как очень легко их можно отполировать. Вот видите, выпускной клапан, на нем даже не задерживается нагар. Хотя это как бы ему не свойственно. Вот так это все выглядит. Теперь, как вы наверное уже догадались, берем болгарку и погнали. Получается такая вот поверхность. С этой стороны делаем то же самое, тоже болгаркой. Здесь нужно обработать ножку вот эту. Сделать немножко тоньше ее. Здесь снять часть металла. Главное следить, чтобы не залезть на фаску. Это самое главное. Ну а так, в принципе, все точно так же. Включаем на небольшие обороты. Можно чуть поднаболкать. И погнали. Я уже, честно говоря, забыл, каким кругом лучше. Но двухмиллиметровым, я думаю, будет лучше всего. У меня такого нету, поэтому взял за чеснок. Я вам показываю просто на примере, как это получается. Ну то есть клапан уже этот по сути-то обработанный был. Здесь нужно именно до того места, где заканчивает тереться оно во втулке. Теперь, что же вы думаете? Теперь мы берем наждачки с крупного на мелкий и погнали шлифовать. То есть здесь мы, допустим, сняли уже миллиметр. Ну миллиметр зачастую всегда можно снять, если не совсем маленькие где-нибудь клапаны, как на шестнарях. Ну хотя и там можно снимать и весьма прилично. Нужно лишь следить, чтобы вот эта фаска была достаточная для нормальной работы двигателя. Грубо говоря, чтобы он туда не провалился и не было слишком на краю. Здесь тоже нельзя слишком заострять. Здесь должна быть такая довольно-таки весомая толщина металла. Опять же, для каждого двигателя индивидуально. Я уже не помню. Честно говоря, надо смотреть, какие там допуски. Ну вот у меня здесь где-то 0,6 миллиметров толщина. 0,7 может быть. После болгарки получается вот такая поверхность. Явно она нас не устраивает. Включаю на повышенную. Если мы делаем такими полукруговыми движениями, получается зерна все время перемещаются и оно довольно-таки быстро грызет. Начал с соточки. Примерно полчаса, может 25 минут ушло на то, чтобы довести клапан до такого состояния. Он очень горячий. Теперь осталось его отполировать. Полируется для того, чтобы был он аэродинамически более совершенный, скажем так. И чтобы меньше впитывал тепла в себя. Потому что шершавая поверхность, она вот такая. И площадь соприкосновения с раскаленными газами, которые образуются в камере сгорания, у таких клапанов выше. Особо это касается выпускных клапанов. Чем он более полирован? Полированный, скажем так, имеет меньшую площадь. Вот, ну и меньше нагар образуется. То есть он просто не пристает. Теперь просто более мелкими шкурками, 180 и так далее, мы будем шлифовать, а потом полирнем. Все делается ровно в том же стиле, как у Бенго. Сейчас процесс идет гораздо быстрее. Главное сточить первый слой грубый. Также после полировки меньше концентрации напряжения и меньше шансов, что клапан оторвет. Вот так. Вот что получается после 320 шкурки. Теперь берем вот такой специнструмент. Это войлочный круг на болгарку. Я его здесь еще шурупами дополнительно прикрутил. Потому что он от температуры отклеивается и отваливается, вылетает. Крепим его на болгарку. Это, друзья, поверьте, самый крутой полировальный инструмент в мире. Вот так вот он крепится. Пробуем. Вибрации небольшие. Намазываем пасту ГОИ. Включаем на малые обороты. и навалкиваем. И накалкиваем. Кому было интересно и полезно, подписывайтесь и поддержите канал лайками. У меня на этом всё. С вами был Игорь Негода. Всех благодарю за внимание. И всем пока!